12 часов мы начинаем наш очередной вебинар рабочей тетради для основной школы закрепляем знания только что состоялся еще один вебинар на камчатке полночь очень приятно да мы знаем что нас 9 часовых поясов нашей огромной стране ну спокойной ночи вам не говорю а скорее желает удокровенной работы вместе только что состоялся еще один вебинар по рабочим тетрадям для начальной школы и мы сейчас продолжаем сначала как я уже это сделал в предыдущем вебинаре мне придется повторить одну для мыслей для тех кто только что к нам присоединился есть статья федерального закона от 12 года 2012 года но редакция от 0 3 0 8 2018 года то есть это совсем последняя самая недавняя редакция закона образования и вот там статья номер 35 по пользованию учебниками учебными пособиями средствами обучения и воспитания написано следующее обучающимся осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета бесплатно предоставляется в пользование на время получения образования учебники учебные пособия в чем проблема проблема очевидна в том что у школы не всегда бывают деньги на приобретение и учебников и учебных пособий а в некоторых случаях школы и областные и городские районные администрации почему-то издают такие рекомендации которые запрещают родителям а в ряде случаев даже учителям есть и такие случаи у нас на местах покупать дополнительные пособия кроме книги для учащихся очевидно проблема в том что некоторые родители недовольны тем что им приходится какие-то дополнительные деньги вносить школьный бюджет иногда это касается ремонта школы иногда это касается ремонта класса это может касаться приобретения какого-то оборудования навеки обычно не возражают против того чтобы оплатить даже дорогую экскурсию детей какие-то интересные места нашей большой страны но они также большинстве своем согласны и приобретать рабочие тетради для своих детей но вот почему-то администрация в некоторых случаях запрещает это делать учебные тетради рабочие тетради в основной школе решают очень важные задачи и об этом важно помнить они создают условия для самостоятельного учения развития универсальных учебных действий познавательных прежде всего они обеспечивают преемственность между учебной работой в классе и дома они дополняют набор учебных заданий в книге для учащихся новыми видами активности они закрепляют потребность самостоятельно в решении познавательные задачи и они формируют умение самооценки своих учебных достижений формате основного государства экзамена 9 класс это делается постепенно с 5 по 9 класс как видите рабочие тетради для основной школы имеют свою специфику не позволяет решать очень важную задачу обучение воспитания развития детей а проблемы есть и учителя говорят я еще раз должен повторить вот те вопросы и теме те недоуменные высказывания которые высказывали которые для формулировали учителя вопросники проводил мимою еще до этого вебинара с прошлого учебного года закупать родителям на рабочие программы строго нельзя и учитель недоумевает почему а действительно почему очень нужны рабочие тетради это учитель пишет уважение тем родителям которые относятся с пониманием могу сказать что с пониманием относятся абсолютное большинство родителей проблем нет и она вдруг создается раньше делала ксерокопию учебников а теперь буду и рабочую тетрадь копировать по 50-60 копий за день это пишет учитель дети покупают рабочие тетради и ходят к репетитору где можно учиться по своей тетради а в школе учитель оглядываясь на администрацию запретил рабочий тетрадь на год стоит столько же сколько один бутерброд big tasty в макдональдс объясняет для тех кто может быть не сразу понял на один раз в этом году сама отправляют троих детей это учитель пишет и все комплекты приобрела я за рабочий тетрадь вот такая возникла ситуация давайте разберемся все таки что дает рабочая тетрадь теперь уже в основной школе час тому назад мы разобрались с этой проблемой по начальней школы но прежде всего существует с помощью рабочей тетради обеспечивается преемственность обучения с начальной школы вот задание feel in the correct way to wear это тема которые освоили дети в начальной школе здесь формальные подлежащие it's и в основной школе такой материал и другой конечно нужно повторить и пилы в гэпс и in the text using the pictures а дети с начальной школы и еще даже с до школьного периода умеют работать с картинкой обеспечивается преемственность в их развитии с начальной школы мы закрепляем слова и чем делаем теперь уже в контексте жизни потому что в основной школе дети намного активнее погружены в повседневную жизнь чем второклассники третиклассники чем учащиеся начальной школы вот например мландария ride the shops smu-can buy bread at the rame and a bakery or at the supermarket you can buy her ever naked my cry you can buy look super market можно купить все you can buy meat and you going buy pasta we can buy pasta and that В каком магазине? Тогда you can buy flowers at the florists, наверное. И так далее. You can buy medicine at the chemists. You can buy a dictionary. Ну и так далее. Вот мы закрепляем слова, теперь уже в контексте жизни. Мы закрепляем грамматические навыки тоже в жизненных ситуациях, которые даны детям в фотографиях. Например, walk through across. Это нужно выбрать правильный предлог. И мы смотрим, где же здесь картинки, которым подходит walk through across. Drive over through. Go down over. Drive under through. Walk along past, along something, past something. Drive, dive, sorry. Dive into under. Вернуть можно и куда-то в воду, а можно подвернуть под что-то. Смотрим на картинку. Какой предлог больше подходит? Dive into the water. Dive into the swimming pool. Мы продолжаем тренировать смысловое чтение, теперь уже на более глубоком уровне, развивая критическое мышление. Учим детей различать верные и неверные ответы. True, false. Для этого им нужно прочитать очень интересный текст познавательный о городе Кахаке. Это очень древний город в Соединенных Штатах, где сейчас никто не живет. Но жили там очень-очень давно, почти полторы тысячи лет тому назад. И потом по какой-то причине этот город население покинуло. А дома там строили на высоких пирамидах. Эти пирамиды иногда были высотой с многоэтажные здания. Почему население ушло оттуда? Ну, может потому, что этот город, территорию города заливало водой. И поэтому пришлось строить такие пирамиды. Важно создать для детей такой полный любопытства, контекст. Для того, чтобы они осмысленно с интересом усвоили этот материал, содержание. И затем ответили на вопросы. А может быть, жители такие высокие пирамиды строили, защищаясь от неприятеля наверху, поскольку добраться туда было трудно. Во всяком случае, это интересный текст. Только так можно формировать смысловое чтение на интересном материале. Мы постарались это сделать и в учебнике, и в рабочей текстуре. Формируем интегрированные умения смыслового чтения и навыки грамматики. Put the verbs in brackets in the present simple or the present continuous. А для этого нужно, конечно же, хорошо понять смысл предложения. Потому что использование грамматики всецело зависит от смысла. Не от формальных признаков. Не от слова «сенс». Если «сенс», то это обязательно произойдет. Это второстепенно и третьестепенно. Главное, тот смысл, который выражает грамматически верное оформленное предложение. Почему использовано то именно грамматически верное? Для выражения чего? А вот активное слушание. Активное слушание с целью максимально полного изучения информации и изучения. Это умение дополнительно тренируется в рабочей тетради. Мы даем детям очень важные для сегодняшнего дня социальные компетенции. А социальные компетенции – это не только взаимодействие, это не только общение, умение поприветствовать, это не только умение познакомиться или умение пригласить гостей, умение выступить перед аудиторией с докладами. Нет, это еще и соответствующий этикет, и в частности этикет использования мобильных телефонов, когда вокруг люди. Нужно ли и можно ли громко говорить о мобильном телефоне, находясь, например, в общественном транспорте? Ведь никому не интересны темы, на которые говорят дети между собой по телефону, находясь в автобусе. И вот такой текст «Mobile phone etiquette». Он не просто полезный с точки зрения языка, ведь им нужно вставить в текст слова «touch», «messages», «get through», «users», «communicate», «sophisticated». Это тоже важно, но здесь еще формируется социальная компетенция, соответствующий этикет. Это уже признак сегодняшнего дня, век информационно-коммуникационных технологий. Иные, новые, дополнительные социальные компетенции к нам пришли. Мы воспитываем умение пользоваться справочными источниками. Мы даем «Grenobank», в котором дети учатся сами ориентироваться, пользоваться там лицами, справочным материалом, причем иногда в символической форме, в знаковой форме. Потому что использование знаково-симбольного материала, символического материала, важно. Об этом есть и соответствующая запись в Федеральном гособразовательном санкции. Посмотрим на рабочую тетрадь 6 класса, звездному английскому. Мы расширяем письменные умения и общий кругозор. Предлагаем детям, например, прочитать текст и заполнить пропуски. А текст рассказывает об известном общественном деятеле в истории Соединенных Штатов Америки, Джордж Вашингтон, имя которого дало далее название «Столица Соединенных Штатов». Это расширяет кругозор. Можно и дальше продолжить эту работу, дать детям дополнительное задание, найти материал об известном общественном деятеле, из истории России, например, имя которого тоже дало название «Городу». И можно вспомнить и большого известного в нашей стране выдающегося деятеля, и космонавтики, и можно найти политических деятелей. И много таких примеров. Таким образом, еще перебросим к мостик и к тому, чтобы к формированию наших учащихся как личности, личности ученика. Мы повторяем изученную грамматику с помощью рабочих тетрадей, даем материал «Language and Grammar Review», «Choose the Correct Answer». Потому что секрет владения грамматикой как раз и состоит в том, чтобы ее регулярно и системно повторять. То же самое можно сказать о секрете владения лексикой. Все вертится на оси повторяемости. Все в языке, в изучении языка. Это постоянное и постепенное, и системное повторение того, что уже было изучено, и добавление нового. Посмотрим кратенько рабочую тетрадь для седьмого класса. В рабочей тетради для седьмого класса мы уже, конечно же, постепенно усложняем задания. Мы комплексно развиваем коммуникативную компетенцию. Не зря на одной страничке у нас и такие разделы, как vocabulary, reading, listening, speaking. Здесь все. Почему? Потому что компоненты коммуникативной компетенции в реальной жизни, в реальной речевой деятельности неотделимы друг от друга. Как можно отделить вакуумер от грамматики? Как можно отделить грамматику от чтения? Как можно отделить чтение от слушания или чтение от речи? Мы прочитали, рассказали другим. Мы говорим, нас слушают. Мы при этом стараемся говорить грамотно. Когда мы говорим, мы хотим наиболее адекватно и точно выразить нашу мысль правильно подобранными словами. Все вместе. И вот чем старше ученик, тем комплекснее это умение, и мы учитываем это в разработке наших материалов и, конечно, в рабочей тетради. Мы обучаем элементам письменной речи. И вот даже такой вид задания, как «Writing an article, making suggestions for a solution to a problem» оказывается вполне посильным для учащихся. Мы предлагаем задание «Read the article and answer the question». В данном случае задача состоит в том, чтобы дети нашли способ, как обезопасить себя на улице. «Stay safe in the streets». И вот таким образом мы и решаем параллельно еще одну задачу, учим детей о безопасной жизни и безопасной деятельности, что, безусловно, важно и тоже соответствует требованиям федеральному голосообразовательному стандарту. Мы это делаем через письменную речь, через развернутое письменное высказывание, которое сегодня очень важно для того, чтобы и учиться, и общаться, и даже сдать экзамен. Даже сдать экзамен, потому что по разным предметам, пока не в иностранных языках, развернутый письменный ответ, развернутое письменное высказывание занимает ведущее место, а тестовое задание закрытого типа, с верными и неверными ответами, с выбором, где легко посчитать количество ошибок, уступает место вот такому творческому высказанию. Поэтому мы обучаем элементы письменной речи не случайно, и рабочая тетрадь – это очень полезный инструмент. Мы тренируем модели словообразования, и мы даем рубрику «Keyword Transformations». Но в данном случае имеется в виду не только модель словообразования с соответствующими суффиксами, но еще и замена слов. Хотя в ряде случаев здесь приходится и образовывать слово именно по словообразовательной модели. Например, дается в предложении слово «play», а нужно использовать слово «plays» или какие-то другие варианты. А вот в ряде случаев требуется заменить слово и переписать предложение так, чтобы сохранился тот же самый смысл. «Have some biscuits, Marta!» И дается слово-задание «help», Marta, «help yourself to some biscuits». Вот такие лексические трансформации тоже очень важны. И вот такой тип задания полезно делать с учащими. Его можно даже включить в языковые олимпиады ваши, внутрешкольные, например. Потому что это важное умение по-другому сказать. Посмотрим звездный английский рабочий тетрадь для восьмого класса. Мы работаем над запасом слов. Запас слов – это вообще достаточно важное направление. И оно всегда было в поле зрения у нас. Потому что одна из сильных сторон учебно-технического комплекта «Звездный английский» – это как раз расширение запаса слов учащихся. Помимо аутентичности речи, помимо комплексного формирования коммуникативной компетенции, обеспечения грамматической достаточности речи и коммуникативных умений, мы еще уделяем большое внимание запасу слов, фразовым глаголам, аутентичным выражениям, идиоматикой. И мы работаем над запасом слов и с помощью рабочей тетради тоже. Building up vocabulary. Complete the sentences using one of the words in the box – bargain, discount, bargain, discount, offer. There was a special on apples at the supermarket. Какое слово мы вставим? Debra enjoys hunting in charity shops. Enjoys что-то ей нравится, когда она в водопроводительных магазинах старается что-то купить подороже. Can you give me on these jeans? Can you give me a discount, наверное, on these jeans? А где мы используем слово bargain? А где мы используем слово offer? Enjoys, может быть, offer hunting in charity shops. Можно проверить по интернету, можно проверить и по соответствующим ключам. Мы обучаем лексики и грамматики в единстве. Я уже сказал, что обучать можно и отдельно, но на определенном этапе важно соединять лексико-грамматические навыки вместе. Иначе у нас грамматика будет тренироваться только в очень бедных структурах, лексически бедных структурах. И мы даем и вокабуляр, расширяем запасов, и грамматику нередко рядом. Мы слушаем с извлечением информации, активное слушание. You will hear an interview with a woman called Mary Stewart, who is a flood safety expert. Она помогает людям обезопасить себя в случае наводнения. И в данном случае детям важно не только узнать новые слова, как, например, «силант», «силант», «герметик», или какое-то вещество, какая-то, может быть, ткань, какой-то материал, уплотнитель для того, чтобы все щели закрыть этим материалом, чтобы вода не протекала. Тут дело не только в этих вот словах «силант», но чтобы у детей формировалась соответствующая картина мира. Картина мира, которую они могут дополнить, слушая, читая материал из рабочей тетради. Ведь это учебник не только английского языка, но и учебник жизни. Мы готовим к языковым экзаменам, и перед нами упражнение «You are English». Формат узнаваемый. Такие задания у нас есть в наших языковых экзаменах, что очень полезно. Мы обучаем творческому письму. Вот так из заданий 10а, 10а, 10b, and then 11 можно научить, на материале этих заданий можно научить детей написать свой собственный рассказ в 120-180 слов. Сначала мы знакомимся, ну, как бы, с конвой. Смотрим на картинку и записываем основные события, которые произошли. А потом в 11-м задании используем ответы учащихся в задании 10a, b. И далее, следуя структуре, пишем свой собственный рассказ. У всех все получается с помощью вот такой педагогической поддержки, который по-английски называется «scaffolding» – «pedagogical scaffolding». Рабочая тетрадь у нас имеет такие маленькие приемы педагогической поддержки для того, чтобы дети могли самостоятельно справиться с этой работой. Ну, а если учитель хорошо объяснит в классе домашнее задание, то тем самым задача детей будет еще проще. Мы знакомим детей с письменным рассуждением, opinion essay. Делаем это постепенно, ведь это не 11-й класс. Мы пока просто просим их написать свое мнение и дать соответствующие аргументы, в том числе и примеры из жизни, подтверждающие мнение учащихся. Это важное мнение, а вот все остальное уже знание тестового формата на ЕГЭ, когда нужно дать свое мнение, потом противоположное мнение, и потом сказать, почему не согласен с мнением оппонентов. Это дети узнают позже. Мы, как я уже говорил, регулярно, системно и постоянно повышаем аутентичность речи учащихся. Например, в рубрике «Говорение», «Speaking», «Choose the correct response». «Where can I try these jeans on?» И далее ответ. «A. The fitting rooms are over there. They are on sale at the moment». Какой ответ подходит? В данном случае, конечно, ответ «Эй», потому что «The fitting rooms are for trying, close on». Ну и так далее. То есть мы учим детей, пользуясь аутентичными выражениями, отвечать на вопросы логично. Для этого они, конечно, должны еще и понимать то, о чем их спрашивают. Мы начинаем раннюю подготовку к основному государственному экзамену. И вы, конечно, зрительно сразу узнали задания, которые соответствуют формату российского основного государственного экзамена. Они включены в рабочую тетрадь, так же, как и в основном учебникам. И позволяют формировать тестовую компетенцию учащихся. Посмотрим рабочую тетрадь. Девятый класс. Мы готовим детей к устному общению. Это очень важный компонент школьной программы. Choose the correct response. One of the problems with this is people can't walk on the pavement. Это в связи с контекстом, который создан в предыдущем задании. И далее два ответа. The way I see it. И второй вариант. Yes, I see what you mean. Какой ответ, какой вариант можно считать ответом на данный вопрос? One of the problems with this is people can't walk on the pavement. Yes, I see what you mean. А вот можно ли в данном единстве использовать фразу the way I see it? А с этой фразы, в принципе, можно начать. The way I see it, one of the problems with this is people can't walk on the pavement. Yes, I see what you mean. Вот таким образом мы формируем такие речевые единства, которые развивают у детей умение говорить. Мы работаем над логикой. И есть задание детям расположить фрагменты текста в правильной последовательности. И дальше ответить на вопрос. Which is the topic sentence? The topic sentence – это предложение, которое выражает основную мысль. От следующего абзаца и с этого предложения абзац начинается в topic sentence, в том числе и в эссе. Каждый абзац в эссе начинается с topic sentence. Чаще если у нас приучаются это делать уже в основную школу. Мы закрепляем тестовым умением. И опять keyword transformation – умение преобразовать слово. А кроме того, умение преобразовать предложение с новым словом. Вот пример преобразования слова. The director made them practice the stunt all day. Director – это в данном случае режиссер. They were making the stunt all day. Они выполняли трюк целый день. They were making the stunt all day. Вы, наверное, знаете слово stunt. Stunt actor – это актер, который выполняет трюки. Таким образом мы учим детей лексическую трансформацию в контексте. Мы системно повторяем грамматику. Мы это делаем регулярно. И рабочая тетрадь в этом, конечно же, помогает. Я хочу также сказать еще и о дополнительном ресурсе. Я говорил об этом на предыдущем вебинаре по начальной школе. Это, те, кто не знает, есть вот такой интернет-портал CityStars. Адрес этого интернет-портала перед вами на экране citystars.process.ru Здесь есть рубрика «Учитель». И вы можете войти в эту рубрику и создать там свой личный кабинет и дать вашим учителям пароли. Портал бесплатный. Вы можете дальше научить ваших детей входить в обкладку «Ученик», выбирать там соответствующий класс и соответствующий модуль учебника. Родители также могут найти там соответствующую поддержку. Так вот, что касается этого учебника и этого портала. CityStars – это интернет-портал к новому учебнику издательства посвящения, который называется CityStars «Звезды моего города». Это вариант учебника «Звездный английский» для московских школьников. Там есть очень интересный материал о Москве, в том числе проектные задания, исследовательские задания. Там можно, допустим, определить, что вам в Москве интересно посмотреть. Там можно выбрать музей, который вы можете посетить в Москве, соответствующий узнавательным потребностям учащихся основной школы. Есть, допустим, архитектурный музей, есть там политехнический музей, исторический музей, есть информация и о картинной галереи, но все это в интересной проектно-исследовательской форме. Есть задания тестового типа, есть задания интерактивные. Все задания можно выполнять в сети онлайн, перетаскивать изображения, вписывать правильные ответы, записывать свой устный ответ так, чтобы учитель мог его прослушать. Записывать свой письменный ответ так, чтобы потом нужно было его проверить. И эссе можно там написать. Там все предусмотрено в рубриках MyMoscow, MyMoscow Extra и в других рубриках. Там же есть и соответствующий ресурс для учителей в виде рабочих тетрадей, извиняюсь, в виде рабочих программ и книги для учителя и других материалов, которые можно скачать бесплатно. Еще раз повторю, учебник этот «Звезды моего города» для учащихся Москвы, а интернет-портал citystars.pros.ru для всех, кто хочет пользоваться этим новым ресурсом. Он может выполнять функцию дополнительной рабочей тетради. И будем рады, если вы там зарегистрируетесь и будете им пользоваться. Повторю, что портал бесплатный, открыт для всех, в том числе и для наших учителей в ближнем и любом другом заубежнике. Я также приглашаю вас познакомиться с журналом «Просвещение.иностранные языки». И там есть статья «В новый учебный год с новыми учебными пособиями». Можете познакомиться там со всеми ресурсами. Вы можете и сами написать небольшую статью. Страничек 5-6 можно написать, описывая ваш опыт работы. Например, с рабочими тетрадями УМК «Звезды моего города». Статья будет опубликована в издательстве «Просвещение в этом журнале». А вы получите сертификат ведущего издательства нашей страны. И не только. Это будет хорошее дополнение к вашему педагогическому портфолио. А сейчас давайте проведем небольшой опрос для изучения вашего мнения по рабочим тетрадям. Вы сейчас увидите соответствующую форму для такого опроса. Пока это просто вопросы, можете познакомиться с ними. А потом, через несколько секунд, появится соответствующая форма. И вы ответите на вопросы. Я попрошу коллеги всех вас ответить на эти вопросы. Нам важно ваше мнение. Потому что мы можем, используя ваше мнение, потом, и попытаться решить вашу проблему, которая возникает у вас, если она возникает с рабочими тетрадями. Вот нас сейчас в сети около ста человек. Поэтому было бы очень здорово, если бы все из вас ответили на эти вопросы. И мы сразу увидим наши результаты. А я и мы все с вами вместе подождем, пока вы отвечаете. А потом я отвечу на ваши вопросы, если они будут. Вам их нужно писать, задавать их в откладке «Вопросы» наверху рабочего окна, где попросительный знак, чтобы не потерять вопросы в общем чате. А пока я жду ваших ответов и заранее спасибо. Вот уже есть соответствующее движение. Пожалуйста, отвечайте все. Большая просьба. Это очень просто. Всего лишь поставить точечку-галочку против ответа, который вам больше всего подходит. Давайте подождем ваших результатов. Вот уже 17 человек ответили на вопросы. Но пока это маловато для того, чтобы сделать вывод. 22 человека. Очень хорошо. Заранее спасибо тем, кто сейчас ответит в ближайшие секунды. 22 из 77, 25, уже 25. Пожалуйста, отвечайте, уважаемые коллеги, все по возможности. Это ведь совсем нетрудно. Сделать отметочку. Вот уже 29, уже 29. Интересно, кто будет 30-й. 29 человек. Кто еще ответит нам? Уже 31 ответ пришел к нам. 31. 31. Коллеги, я хочу обратить ваше внимание в последнем вопросе. Должны ли учебные пособия быть одноразовыми? Должны ли учебные пособия быть одноразовыми? Где можно писать? Можно писать. Вот так должно быть в последнем. Так должны быть вопросники. Должны ли учебные пособия быть одноразовыми? Где можно писать? Поэтому они и одноразовы. Вот уже 33. 33. 39. Пока хорошо. 39. Но интересно, когда будет 40-й участник? 39. Давайте еще, уважаемые наши учителя, рассказывайте свое мнение. Хочется узнать ваше мнение более подробно, более объективно для того, чтобы мы могли действительно помочь вам решить проблему с рабочими тетрадями, если она возникает в вашей школе. Вот уже 40. Ну, еще подождем совсем немножко и подведем итог. Кто успеет, пожалуйста, отвечайте на вопрос. И вам всем заранее большое спасибо. Еще совсем чуть-чуть. Ну, кто еще ответит? Вы можете продолжать отвечать, а я пока подведу итог. Итак, является ли цена на рабочие тетради слишком высокой? 14 человек сказали «да», 12 человек сказали «нет», 9 человек сказали «и да, и нет». Ну, то есть здесь мнения разные. Хочу только объяснить, что цена складывается из того труда, который вложен в это пособие, в том числе и полиграфическое оформление. Если пособие яркое, цветное, оно ведь такое и должно быть, то, конечно, это увеличивает цену пособия. Следует ли сделать рабочие тетради черно-белыми для удешевления? И вот здесь большинство, 20 человек говорят «нет», должно быть цветное пособие. Ну, тогда цена становится повыше. Но, учитывая ваши пожелания, конечно, нашему экономисту надо, наверное, подумать, может быть, на чем-то еще немного сэкономить, для того, чтобы сделать пособие еще более доступным. На самом деле рабочая тетрадь совсем не такая дорогая, если сравнить эту цену с тем, сколько стоят другие вещи, что мы покупаем нашим детям, и они даже не столь полезные, как рабочая тетрадь. Без них иногда можно обойтись. Вот третий вопрос. Нужны ли рабочие тетради в составе учебно-методического комплекта? Да. Здесь абсолютное большинство наших учтений единодушны. Разумно ли разместить рабочие тетради на сайте для скачивания? Все говорят «да». Мы привыкли скачивать. Понятно, но ведь в этом случае распечатанный материал будет черно-белым. И, наконец, должны ли учебные пособия быть одноразовыми, где нельзя писать? Вот тут опечатка, я уже сказал, в этом вопросе. Давайте, коллеги, пожалуйста, в чате проясните ваше мнение. То есть, должны ли учебные пособия, можно ли писать в учебных пособиях или нельзя? Так и напишите. Можно или нельзя. А то у нас получилась небольшая путаница вот в том, что мы здесь с вами ответили. Итак, можно ли писать? Можно писать, пишет Екатерина Антюшина. Спасибо большое. Значит, получается, они должны быть одноразовыми. Одноразовыми. Их нужно писать. Кто еще ответит «нужно»? Вот Елена Богданова. Спасибо большое. То есть, наши коллеги считают, что писать, конечно, нужно. Писать нужно. И эти пособия должны быть, конечно же, одноразовыми. Уважаемые коллеги, я хотел бы также пригласить вас в свою педагогическую гостиную на сайте здательства посвящения. Ее найти можно в любом поисковике. Если написать там педагогическую гостиную Миллера, и в этой педагогической гостиной вы можете найти немало интересного материала. Пожалуйста, посетите. Большое вам спасибо за ваше внимание, за ваше время. Я вас приглашаю на дальнейшие вебинары и другие мероприятия. Издать все посвящения. Если вы в Москве, если вы не в Москве, то посвящение приезжает к вам или вы приезжаете в Москву. В любом случае, до новых встреч. Всего доброго. Продолжение следует...